Сейчас перемешались многие традиции и китайская традиция, так называемая хромопунктура, она называется еще почему-то рефлексотерапия, ну неправильный перевод на самом деле этого термина. Да, в китайской ИА, в Индии это тоже традиция распространена, марму, медицина, где выделяется на теле человека из множества точек, точное количество точек, скажу, вообще неизвестно, берется 500 активных точек, из них выбираются еще более активные точки, на них ставят, что ставят? В принципе, кто на что гораст, тот и ставят на эти точки. Точки определяют по ходу, наружному ходу меридианов, а меридианы эти точки определяют уже с помощью цуни, который, как известно, равняется на ширине крайней фаланги большого пальца человека. Тому, кому ставят пиявки и делают процедуру. Наиболее распространенные процедуры, это так называемое тыканье человека иголками, которое абсолютно не имеет никакого отношения изначально к этой процедуре. Сейчас металлические иголки заменены на жидкие иглы, что является просто прекрасной альтернативой, но самым эффективным методом действительно является постановка пиявки, именно на точку. Пиявка, правда, про точки мало что знает и не особо хочет контактировать, но удивительным образом, там, где находятся биологически активные точки, там же находятся еще тучные точки, там находятся ганглии нервные, визикулярные узлы. То есть, это сосредоточение чего-то, в том числе и патогенного фактора. Пиявка легко распознает. Если бы пиявку не травмировали психику ей ярким светом, громкой музыкой, призывом каким-то глупым политическим или просто жестким одеколоном духами, она прекрасно присосется к требуемой зоне. И, собственно, окажет полезное воздействие в течение где-то пресловутых 60 минут, может быть, там и больше. Вот. Собственно говоря, здесь расхождений никаких нет, у нюансов тоже никаких нет. Если есть пиявка, есть тело человека, ради бога, ставьте даже для профилактики. То, что, кстати, до этого мы говорили о пупке, вообще изумительнейшее место в постановке первой, как минимум, сессии, это на область пупка. Именно в сам пупок. Одну, две, три пиявки, в зависимости от массы человека, спокойно ставьте. Дальше вы ставьте во все возможные места, особенно те места, где находятся абсцессы, какие-то гнойные воспалительные процессы. Это самое любимое для пиявки место. Вот. При постановке на такие точки пиявкам не нужен цунь, она сама разбирается, очень хорошо присасывается. Главное, не забудьте пиявку поблагодарить. Да, это не передергивание, это не юмор, именно поблагодарить. Пиявка, она не сама по себе, за ней тоже кое-кто стоит. И здесь за пределами религиозной концепции могут быть очень серьезные существа. Пожелайте счастья всем существам и здоровья. Это духовный подход. Пиявки всегда приветствуют это. И отпустите этих самых пиявок, в каком-нибудь подмосковном или где вы уже доходитесь, в пруду. Они будут абсолютно счастливы. Вы увидите, как ваша терапия просто ускорится, удестерится. Будьте здоровы! Продолжение следует...